Друзья, приветствую! Владимир из Московской области, город Пушкино, прислал посылку с образцами масла Shell Helix Ultra EKT 530. Это масло C3 для каталитических систем нейтрализации. Вот описание. Это Hyundai i40, двухлитровый, G4NA, 149 сил, 6000 на масле, 171 моточас, средняя скорость 35 км в час. Так, сейчас я распакую, но здесь слишком сложно было, я не стал затягивать по времени. Сейчас распакую, подпишу. Ну и можно проверять. Эталон данного масла у меня есть, поэтому я сейчас посмотрю, что покажет свежее масло, ну и потом проверю отработку. Так, тут что-то я подзавис немножко, хотя максимально ускорял. Да, выбрал это масло. Значит, вот, подписываю новое. И давайте посмотрим, закладываю пару капель. Так, посмотрим, что намеряет прибор. Смотрите, 94% по противоизносным присадкам. 1,66 кислотное и 7,8 щелочное. Да, все очень близко. В эталоне это 8,1 и 1,7 кислотное, то есть 0,04 по кислотному и 0,2 по щелочному разница. Ну, как-то чуть-чуть более ослабленно. Значит, все это в рамках погрешности прибора. Ну, может, еще и партия чуть-чуть такая туда-сюда. Вот. Думаю, что сомнений нет. Все, значит, сохраняю эти данные. Немножко многовато воды для свежего. Ну, все, можно приступать к проверке отработки. Да, как я уже сказал, это Hyundai у нас. Значит, мотор прошит под Евро-2 и установлен металлический катализатор. В общем-то, в принципе, тогда получается, что особо смысла C3 нет лить. Пробег 108 тысяч у автомобиля. Значит, пробег на масле 6000. 171 моторчас, как я уже говорил, средняя скорость 35 километров в час. Было долито пол-литра масла и топливо. Газпром, нефть 95 и G-Drive 95. Так, смотрите, значит, противоизносных 52 процента. Так, подработалось чутка. Нитрование, сажи на приемлемом уровне. Гликоль, граничное значение 1,1. Значит, сажи 0,02. Нормально все. Кислотное 2,82. Ну, прилично подросло на 1,1 за 170 часов. Честно говоря, прилично. Как-то ускоренно окисляется. Ну, быстрее, чем обычно. И щелочное 4. В два раза, получается, сработалось быстренько. Ну, и воды 800 ppm. Ну, это такое. Меньше, чем в свежем образце. Сейчас покажу сравнение отработки. Посмотрим, что там с отработкой стало. Вот. И потом уже прогноз. Так, закладываю отработку. Да, есть небольшое разжижение. Я оценил его максимально в 30 процентов, вернее, 30 процентов от максимально. Видите, на треть оно, грубо говоря, разжижилось. Ну, нормальный результат. Хотя средняя скорость достаточно высокая. 35 километров в час. Это такой уже как минимум 50 на 50 город-трасса. Да, поставьте, пожалуйста, палец вверх. Подписывайтесь. Кто не подписался, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. И обещанный прогноз. Ну, прогноз, честно говоря, не сильно такой радужный. Но это все-таки c3. Смотрите, мощь и нейтрализующие свойства 210 моточасов и практически 7400 километров по нейтрированию 254. Тоже невысокое значение. И вязкость 570. Значит, я думаю, что здесь повлияло, конечно, нейтрирование. Видимо, есть прорыв газов, скорее всего, или клапан вентиляции картерных газов, потому что пол-литра расход масла. Вот и моющие нейтрализующие. Ну, видно было по окислению, что оно происходит несколько быстрее, чем обычно. Обычно 200, там 200 с плюсом это единица, а здесь уже 170. Ну, не сильно, но тем не менее быстрее окисляется. И я вот подумал, пожалуйста, кто знает, прокомментируйте. Если в этом моторе G4NA масляные форсунки, мне кажется, те моторы, в которых, если не берем турбированные, те моторы, в которых установлены маслофорсунки, быстрее убивают масло. То есть форсунка помогает эффективнее охлаждать поршни, которые нагреваются до 350 градусов, но в то же время это сильный такой удар по маслу. То есть масло распыляется, оно моментально нагревается и, естественно, окислительные процессы ускоряются. Вот я думаю, что такое. Опять же, уровень противоизносных присадок упал в половину. Я думаю, что здесь можно говорить о том, что, ну, может быть, это не задиры, но какие-то уже повреждения, скорее всего, присутствуют на стенках цилиндра. Вот. Возможно, из-за этого и менялся катализатор уже. То есть как бы, ну, это все такое вкупе. Вот. И некоторый такой расход масла присутствует. Скорее всего, да. Может быть, вот эти системы, где катализаторы вредили, там, поршневой. Может быть, здесь такая же была ситуация. Чуть повредила. Попадала эта крошка или что там попадает в камеру сгорания и некоторые повреждения. Просто видно, что противоизноска расходуется активно достаточно. Вот. Но это не турбированный мотор, чтобы там высокий оборот и большая нагрузка на подшипники скольжения. Поэтому я думаю, что, скорее всего, это повреждения такие стенок цилиндра. Ну, может, юбка где-то чиркает. Вот. Вот такой получился тест. Благодарю Владимира за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.